Один из последних моих роликов накануне выборов, еще раз о теме «Приходить или не приходить». Мне попался интересный пост человека, который многие годы работал членом избирательной комиссии и рассказывает, как это функционирует. Небольшой пост, я думаю, будет интересен и полезен тем, кто еще рассуждает, может быть, если я не приду, мой голос проще будет украсть. Лучше я приду и испорчу бюллетень или что-то в этом роде. Итак, миф «Приди на избирательный участок, не дай украсть свой голос». На самом деле, все ровно наоборот. Голос явившегося на выборы сфальсифицировать куда проще, чем того, кто остался дома. И поэтому Кремль так давит заявку. «Когда я работал членом избирательной комиссии, то выдавал бюллетени избирателям из конкретных домов. За каждым членом УИК в день выборов закреплены свои адреса. Если я хочу украсть голос непришедшего, то я должен лично подделать его подпись на листе. А теперь представьте, сколько мне придется подделывать таких подписей, при этом, что каждая подделка – это уголовное дело. Я ответственен за эти бюллетени. И если выяснится, что какой-то человек не голосовал, но якобы получил бюллетень, то всегда можно найти за это преступление персонального ответственного, за которым конкретно на избирательном участке были закреплены именно эти бюллетени. Понимаете, да? И члены комиссии это тоже понимают. И мало кто рискует брать лично на себя уголовный кодекс. А вот во время подсчета голосов положить бюллетени за одного кандидата в стопочку за другого не составляет почти никакого труда. Если редко на участках встречаются глазастые наблюдатели, их отодвигают подальше, чтобы не мешали работе комиссии. И самое главное – в момент этой фальсификации найти конкретного виновного, если вспыхнет скандал, почти невозможно, что и доказали все предыдущие выборы. Если следовать строго процедуре, то из кучи бюллетеней надо доставать по одному листку, показывать всем и только тогда класть стопку кандидата. В реальности процедура не соблюдается на выборах почти никогда. Иначе подсчет голосов может затянуться на многие сутки. И даже уставшие члены комиссии от оппозиционных партий хотят все закончить побыстрее. Чаще всего подсчет голосов после закрытия избирательных участков – это довольно хаотическое действие. Особенно в провинции. Чем дальше от столицы, тем меньше соблюдают процедуру. Но даже если среди членов избирательной комиссии или наблюдателей найдутся въедливые профессионалы, то всегда можно фальсифицировать не подсчет, а просто протокол. Так произошло в 2012 году в Рязани. Тысячи голосов за Прохорова тупо приписали Путину. Так что тот, кто голосовал за Прохорова, просто ради того, чтобы его голос не пропал, оказался обманутым вдвойне. Его посчитали как проголосовавшего за Путина. Добиться пересчета голосов на участках или оспорить протокол в суде – задача в российских реалиях фактически неразрешимая. Не верьте тем, кто будет говорить иначе. Так что, когда вы приходите голосовать, вы не осложняете фальсификацию, а только упрощаете ее. Ходить на выборы стоит только тогда, когда вы хотите поддержать конкретного кандидата Явленского, к примеру, или Грудинина. И это уже потом задача кандидатов – защищать отданные за них голоса. Если же вы руководствуетесь формулой просто «чтобы не украли голос», то эффективнее оставаться дома. Чем выше явка, тем больше лишних голосов можно приписать Путину. Подводя итог вышесказанного, все выглядит так. Комиссии нет проблем увести бюллетени налево, но нужно еще сделать так, чтобы они вообще оказались в урне. Если люди не пришли и бюллетени остались, вот тут возникает реальная проблема. Без привлечения внимания как-то сфальсифицировать пустые бюллетени сложнее. Реально проще переложить голоса за кандидата А к кандидату Б, чем подкинуть извне бюллетени, оставшиеся пустыми без голосов. Сергей Ежов Реально проще переложить голоса за кандидата А 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 кандидата